Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и как многие из вас наверняка знают, буквально сегодня начался последний турнир серии мирового шахматного тура 2015 года. Перед вами вы видите состав участников, состав чрезвычайно сильный, как и у предыдущих двух турниров. И сегодня состоялись пять партий первого тура. В общем-то, некоторые из них были очень интересны. Я вкратце покажу основные события, которые произошли во всех пяти партиях, ну и более подробно остановлюсь на двух из них. Пожалуй, наименее интересной стала партия Каруана Аронян, несмотря на, казалось бы, такую звучную вывеску. Ливон избрал свой фирменный дебют, испанскую партию, и не стал в этот раз идти в Берлин, или в анти-Берлин, хотя вот буквально недавно в Икьявике удалось ему выиграть очень хорошую партию черными у Магнуса Карлсона, как раз в Берлине с четвертым ходом Д3. Вот здесь Аронян сыграл А6 и изъявил желание бороться в контратаке Маршалла, которое, однако, не последовало. В последнее время белые не могут получить ничего серьезного в контратаке Маршалла, и поэтому частенько играют шестым ходом Д3. Ход достаточно ядовитый. Ну, разумеется, вот эта позиция широко известна в теории. Остальной ход здесь С5. В последнее время белые стали ставить небольшие проблемы перед черными путем Б4, кунь С6, кунь Д5. Опять же, я думаю, что здесь ничего серьезного нет, но в партии Ливон избрал вместо С5 слон Е6, тоже вполне логичный ход, далеко не новый. Здесь у белых растерят возможность, они могут взять на Е6, могут сыграть Б4. Ну, в партии Каруана избрал тоже очень интересный ход Д4, практически форсированно получилась структура, ну, весьма самобытная структура, но в будущем весьма вряд ли она превратится в структуру типичную для варианта Найдерфа, когда черные проведут С6. Вроде бы белые могут рассчитывать на небольшой позиционный перевес, потому что после С6 они смогут взять на С6, потом поменять своего чернопольного слона в идеале на коня Ф6 черных и попытаться занять пункт Д5. Однако на практике все далеко не так просто, и в последнюю очередь из-за того, что белый конь на Ф3 расположен для борьбы за пункт Д5, крайне неудачно. Следующий ход я покажу в быстром темпе. В общем-то соперники проводили типичные маневры для варианта Найдерфа как раз. H5 и G6 тоже типовая идея. В целом у белых здесь нет особо переса, но конь А2 из Каран уже серьезно наметил перевод коня через B4 на C6, то есть черные должны принимать меры, должны играть в C6. Вот получилась вышеупомянутая структура. Белые даже поменяли своего чернопола, однако по факту здесь достаточно тяжело добиться реального прогресса. Молодец и 4. Ну и в партии Каран сыграл конь Д5. На самом деле такой размен обычно свидетельствует о том, что белые не борются за реальный перевес, потому что вроде бы у них хороший конь против плохого слона, но конь на F3 хороший только на бумаге. На самом деле, чтобы каким-то образом смог бороться за пункт Д5, его надо идти через огромное количество полей, и черные, скорее всего, смогут этому воспрепятствовать. Может быть поэтому с шансом побороться за какой-то перерезвел ход конь Д2. Но даже здесь посолдят C8, конь Б1. Такой вот интересный маневр. Белые ведут коня на C3, потом на Д5. Черные с помощью динамической контр-игры уравнивали шансы. Играли А5, конь Д5, размен-размен. Здесь важный ход отверг C7. Теперь белые не успевают играть конь C3 за Б4. И подвисает на C2, а белый конь не успевает на Д5. Ну вот. А если C3, то, как мы видим, у белого коня снова отняли дорожку к пункту Д5. И если конь попытается перевестись через Е3, то черные всегда готовы встретить путем слон G5. Ну вот. Поэтому было сыграно конь Д5, и в факте, по большому счету, не произошло ничего особо интересного. Обе пары ладей были разменены. Снова на бумаге белый хороший конь, но черные быстро привели слона на активную позицию на поле Б6. Ну и получилась закономерная ничья. Кстати, обратите внимание, что в финальной позиции... Ну, достаточно смешная конструкция. У обеих сторон нет ни одного способа вторгнуться в лагерь соперника, даже при наиболее неудачных ходах с его стороны. Ну вот. Таким образом, партия Курана Ронян особо не впечатлила. Пожалуй, то же самое можно сказать о партии Анант Адамс. Адамс вообще известен как чрезвычайно плотный шахматист. Пробить его тяжело. В частности, все его дебюты из робот-света чрезвычайно солидны. И Анант решил не ввязываться в теоретическую дискуссию. По крайней мере, серьезную. Сыграл С4, и получился ускоренный дракон. И здесь Анант пошел Кунь Ф3. Это самый популярный ход. Мне лично кажется, что больше шансов на перерез у белых после Е3 или новомодного Кунь Х3, Ж5, Кунь Ж1. Как играл Александр Грифщук против Юна Людвига Хаммера в этом году. Ну а Кунь Ф3, ход, конечно, самый популярный. Известен уже, я думаю, не менее 100 лет. Но черные научились бороться. И, в общем-то, крайне говоря, мне кажется, что достаточно естественными ходами черные здесь уравнивают. То есть, их игры расположены гармонично. Кунь приходит на Д4. Ну и вот тут эта позиция широко известна. И основной ход за белых Кунь С5 тоже там белые не получают собр дивидендов. Но для этой партии Анант выбрал ход Ф3, мне кажется, что этот эксперимент он вряд ли будет повторять. Потому что Атмос, не знаю, был рядом с готов, но отреагировал он очень идейно, очень сильно. Сыграл А5. Ну, во-первых, подготавливая в рядах идею СМБ4. А во-вторых, что достаточно важно, также не пускает белого Ферзя на А5 во многих позициях. Ну, и у черных тут нет никаких проблем. Более того, после Кунь С5, Кунь Ф3, Слон Ф3, Кунь Д5, А3, Б6. Ну, в общем-то, черные получили все, что хотели. Они успевают поставить слона Б7, нейтрализуя, полностью нейтрализуя давление белых на Ферзя на фланге. Более того, мне кажется, что эту позицию даже немного неудобно играть именно белыми. Потому что, ну, фигуры черных расположены немного гармонично. Ладья Е1, Ладья Б8, довольно сильный ход. На случай отличных разменов на Е3, черные заулагово именно защищают слона. И у белых тут есть некоторые проблемы с нахождением следующего хода. Да. Потому что, если они делают ход Кунь С3, который, казалось бы, очень хочется сделать в этой позиции, чтобы определить уже положение... Ну, определить черного коня на Д5, и заодно убрать белого коня с неудачной позиции на А4. Черные здесь форсировано добиваются ощутимого перевеса. Они играют Кунь Е3. И теперь, ну, у нас слон Б7 всегда есть Кунь С4. И черные, например, после Ферзь Т2, Кунь А3 остаются с лишней пешкой лучшей позиции. Ну вот. А если Ферзь бьет Е3, то в С5 достаточно неожиданно у белого Ферзя нет полей. То есть поле Ж5 контролируется черным Ферзем, поэтому приходится играть Ферзь Д2. Ну, и тут после Е4 позиции у белых страны безнадежны. Из-за связки по линии Д. Поэтому вот такая вот небольшая ловушка. Очевидно, после неудачного хода Кунь С3 и Кунь Е3, ответа черных Кунь Е3, наименьшее золото ФЕ, но здесь видно, что эта позиция не самая приятная для белых. Все-таки первичные слабости могут дать о себе знать в будущем. Поэтому, вместо того, чтобы пойти к Кунь С3, он сделал более сильный ход слон Ж2. Ну и вот тут вот, мне кажется, Адамс упустил небольшой шанс оказать на экс-чемпиона мира давление. Дело в том, что он сказал Ферзь Д7, после чего у белого Ферзя появилось поле Ж5 для отступления. Мне кажется, больше шансов на перевес давал ход слон Е7. Теперь, в случае Кунь С3, размена на Э3 и Ферзь Д3, у черного будет ход слон Ж5 с большими проблемами. И поэтому не так легко за белого здесь сделать следующий ход. Мне кажется, что это был реальный шанс побороться, ну не то чтобы побороться за победу, но, по крайней мере, продлить эту партию. После Ферзь Д7 Адамс нашел четкое решение своих микро-проблем, сыграл Кунь С3. Садил размен, Ферзь Д3, С5, ну и вот тут разница с предыдущим вариантом, что у белого Ферзя есть поле Ж5. Ну и в целом, черным пришлось менять слонов, но и тут уже позиция достаточно сухая и безжизненная. Адамс принял грамотное решение поменять своего не самого выдающегося черного слона. Забрали на С3 и С5. Ну и, на самом деле, визуально позиция черного даже более привлекательна, но, конечно. В обеих сторон нет слабости и добиться здесь чего-то практически невозможно. Ну и партия закончилась вот таким вот забавным повторением. Ладья Б8, Ферзь Д5, Ладья Д8, Ферзь Б7, Ладья Б8. Интересный момент, что если черные здесь задеваются, то можно получить какой-нибудь удар в ладья Ладья Ц5. Я думаю, что Анант не возражал бы против такого развития события, но, конечно. Всерьез рассчитывать на такие подарки от соперника с рейтингом 2.750 не приходится. Ну вот. Таким образом, две партии мы вкратце разобрали. И третья партия, которая тоже, в общем-то, не произвела большого впечатления, это партия Максимова Шейла Графа, французского гроссмейстера, элитного против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсона. Шейла Граф играл белыми, и Карлсон избрал в этой партии челябинский вариант. Челябинский вариант вот уже на протяжении 15 лет достаточно хорошо себя чувствует, как способ без особой нервотропки сделать нищую черными. Поэтому в последнее время с белой играет на победу более популярен ход сломбой 5. Ну, в данной партии в Афше избрал ход d4. Основной получился таби челябинского варианта. Все эти ходы комментировать особо не стоит. c3 до 0, кунь c2, ладо b8. Ну, ладо b8 это один из возможных ходов. Хотя, на мой взгляд, и не основной. Ну, вот здесь вообще Лаграф показал, что он, в общем-то, не был готов к такому дипотному выбору со стороны соперника. То есть, основной и самый сильный, единственный ход, который претендует на реальный пресс, это ход h4. Ну, понятное дело, что это никакая не жертва на слон h4. Феркс выбросится на h5. В дело, есть варианты ходи обстрелять g3 и слон h3. Потому что белым крайне выгоден в размеру белопольных слонов. Но, для того, чтобы гать h4, нужны все-таки теоретические познания. И самое главное, в военпарке нужно помнить, что ты когда-то здесь анализировал. Ну, а вообще, я избрал ход a4, который, на самом деле, достаточно известен как способ сделать ничью. После b8, кунь b4, коммит b4 и cb. Получается очень сухая позиция. То есть, в черном воене наличная пешка, конечно, удержать они ее не могут. То есть, они должны заняться тем, чтобы избавиться от сильного белого коня. Слон b7, ладья a4, феркс 8. Ну, и белый, почти забрать на f6. Слон d3. Ну, в общем-то, видно, что у обеих сторон много перечисленных слабостей. Но партия, практически, неизбежно должна закончиться тем, что все эти слабости будут перебиты и силы соперников истощатся. Ну, вот. Собственно, в партии черном, черно этим и занялись. До нынала, где-то 4. Ну, и белые предпочли избрать такой красивый, по крайней мере, симпатичный способ сделать ничью. То есть, последовал ферзь f3, казалось бы, зевая вот такой вот тактический удар. Но, конечно, если бы оба соперника прекрасно понимали, что происходит. Последовал ферзь g4, король f8, ферзь f5. Ну, черт, они обязаны давать, забрать на e4. Важно, конечно, не взять на e4, потому что в этом случае у черных остается лишняя пешка и серьезные шансы победы. Но белые, разумеется, просто дали лишний шаг. Таким образом, несмотря на вот такую, казалось бы, достаточно яркую концовку этой партии, в целом сказать, что в ней происходило что-то серьезное, тяжело. А вот две партии, которых мы еще не коснулись, производят совершенно другое впечатление. Обе партии получились чрезвычайно боевые, чрезвычайно интересные. Ну и, пожалуй, начнем мы с той партии, которая единственная в первом туре закончилась победой одного из соперников. Произошло это, на самом деле, достаточно неожиданно. Встречались Веселин Топалов Аниш Гири. Это оба шахматиста участники турнира президентов, который пройдет в марте следующего года. Так что я не исключаю, что для Веселина эта партия в некоторой степени может стать психологическим ударом в преддверии наиболее важного турнира двухлетия. Ну вот, был разыгран такой вот симметричный Гренфельд с G3. В целом, я думаю, что белые бы только так и играли бы в дебюте, если бы не ответ черных C6. После C6 получить какой-то ощутимый перерез проблематично. Белые пробуют здесь разные ходы. Долгое время самый популярный был ход СД. С дальнейшим симметричным развитием белые пытаются набросить коня на Е5 и оказать какое-никакое давление на ферзер фланг. Но там уже известны пути к практически полному уравнению. Поэтому сейчас стали достаточно часто экспериментировать с ходом ферзя 4. Как и было сделано в этой партии. Белые просто хотят забрать на Д5. При этом не давая чертам возможности забрать именно пешкой в ответ. То есть, например, после ЛНЖ7 СДК он Д5. У белых есть некоторых РС. Хотя даже здесь позиция далеко не ясна. Поэтому логично поставить какую-нибудь фигуру на Д7, чтобы избавиться от игрозы СД. Вроде бы наиболее нормальный выглядящий ход это конь Б на Д7. Тогда последует СД, конь Б6, например, ферз Д1. СД и в сравнении с тем, что мы увидим в партии, конь на Ф6, как настрянно, расположен не очень удачно. Ему намного удобнее сиделось бы на С6. Ну, то есть, сейчас я покажу то, что произошло в партии, вы увидите различия. В партии последовал конь Ф на Д7. Вот противоестественно выглядит счет. На самом деле, скорее всего, самый сильный. СД, конь Б6, ферз Д1. Пробовали и другие ходы, но там белые не достигали. Каких-то дивидендов. СД, конь С3, конь С6, Е3, слон Ж7, конь Е2. На самом деле, стратегически, позиция черных, возможно, в некоторой степени опасна. Потому что белые в будущем сыграют Б3. Таким образом, АБ ждет черного коня на Б6. Если черные не найдут какой-то весомой контрагры, то рискуют оказаться в худшей позиции. На самом деле, в партии так и вышло. То есть, 2-0, 2-0. 2-0, 2-8, недосмысленно навекая на проведение Е5. Б3, Е5, ДЕ, конь Е5, Аш3. Ну и вот у черных возник изолятор. Конечно, у них достаточно активные фигуры. Но я не могу сказать, что черные достигли полного равенства. В мой взгляд, им надо еще потрудиться. И в партии, кстати, Аниш дал белым шансы получить достаточно связаемое преимущество. То есть, он придумал такой достаточно интересный перевод слона с С8 на А6. Но была ли это хорошей идеей, на самом деле вопрос. То есть, вроде бы, черные до максимума активизировали свои фигуры. Но вот что делать дальше, непонятно. Молодец Д1. То есть, белые хотят просто пойти слона А3. Потом выгнать коня с Д3 и получить солидный позиционный перевес. Поэтому логично слон Д4, ЕД и Ферзи Ф6. Медленно привязываясь к слабости. Но не стоит забывать о том, что у белых пара слонов, а это все-таки что-то значит. К тому же, если черные, предположим, решат обменять своего коня на Д3 на этого чернопольного слона белых, то их оставшиеся легкие фигуры, конь на Б6 и слон на А6, будут производить крайне невыгодное впечатление. Партия последовала А4, Ферзи Д4, А5. Подчеркивая неудачное положение коня на Б6. Также, гражая переводом ладьи через А4, возможно, на А4. Следовала конь Д7, ладья А4, Ферзи Д5. Конь Д5. И вот тут вот, достаточно важный момент. Дело в том, что Аниш сделал, естественно, год конца 1, но столкнулся с затруднениями. В итоге ему удалось их преодолеть, но, возможно, более четким способом отфиксировать здесь разность, это был ход конь 7 на Ц5. Ход логичный. Очевидно, голландскому гроссмейстеру не нравился цвет ладья А4. Но в этом случае, вот, выяснялась разница в положении коня на Д7 и коня на Ц5. То есть, черные могли взять на Ц1. Если по аналогии с партией ладья бьет Ц1, тогда конь Б3 это вилк. И Ферзи Д6 ничего не дает, и за конь Ц1, и мата нет. Поэтому надо брать на Ц1 Ферзем. Ну и вот тут, возможно, вот именно следующего хода Аниш не видел. У черных был ход слон Е2. И, как ни странно, куда бы белая ладья не отошла, она везде попадает под копыта коня. То есть, на Е1 под конь Д3, на Д2 под конь Б3 и так далее. На самом деле, у белых есть солидная компенсация за качество после Ферзи 5 слон Д1. Но все равно это было более предпочтительным продолжением за черных. Потому что в партии, после конь Ц1, белые получили заметный пресс. Обратите внимание, насколько неудачно расположен слон на А6. Создавал ладья Д8, Ферзь Ф4, Ж5, Ферзь Б4, Ферзь Б2. Правда, в этот момент черные сыграли очень предприимчиво. То есть, они испарились с тем, что Ферзевый фланг придется полностью или частично отдать. И начали создавать контур-розы против белого короля. Ладья Е2, Ферзь Ф5, А6. Ну, А6 ход необходим, потому что бисела пешка на Ж5. Белые забрали. Забрали. Ладья А на Б1. Ладья А на Б1, это, возможно, микро-неточность. После нее белые не могут рассчитывать на серьезный перевес. Сильнее было взять на А7. На самом деле, как вы видите, это уже 31-й ход. И, видимо, Топалов испытывал небольшие затруднения, связанные с предстоящим цветнотом. И, мне кажется, просто испугался здесь такого строения по второй горизонтали путем ладья Д2. Однако у белых была интересная геометрическая идея. То есть, казалось бы, все здесь достаточно плохо, потому что ладья F1 наверх очень пассивно, а, во-вторых, возможно, наталкивается на ладья F2. С неприятными последствиями. Такая вот перегрузка ладьи на F1. Однако белые могли пропустить промежуточный шаг и защитить на F2 другой ладьей. И вот, как ни странно, несмотря на киперактивное положение черных фигур, они не могут здесь ничего добиться. А у белых все-таки какая-никакая лишняя пешка. Так что это был шанс. Более того, возможно, черным стоит после ферза 7 не заводить ладью на D2, а пойти ладья D6 с неплохими шансами на ничью. В партии последовало ладья на B1, но таким образом Веселин только подтолкнул черного ферзя к его идеальной стоянке на поле D2. Теперь взятие на А7 ничего не дает из-за ферза 5. Тут можно продолжать вариант, но на самом деле, пожалуй, не будет этого дела. Поверьте на слово, что у черного достаточно контр-агра. Скорее всего, Топалов это видел, поэтому сыграл слон F3. И я наблюдал в этот момент за партией вживую, и мне отлично показалось, что это просто такой способ предложить ничью. То есть ход кунь Е4 допускается. Он сказал, что я ожидал, что в этот момент белые просто заберут на Е4, заберут на А7, черный заберут на А5, и соперники сплосятся на ничью. Однако у Топалова были куда более амбициозные планы, и он забрал на А7. На самом деле, это ход решающая ошибка, однако, мне не могу винить Веселина в том, что он рассчитался подобным образом, потому что выигрывающее возражение черных найти достаточно тяжело. С другой стороны, что мне не совсем понятно, это то, что, на самом деле, черные даже не будут у них выиграющего варианта, который я покажу через буквально минуту. Черные могли форсировать ничью следующим образом. У них могли сыграть ладья Д7, и после этого просто гоняться черные ладья за белым ферзем. То есть, прощение, предположим, шах, ладья Д8, ферзь А7, ладья Д7, ферзь Б6, ладья Д6 и так далее. Если белые пытаются забрать пешку на А6, то этот ход просто проигрывает из-за ладья Е1 и на схемат. Поэтому черные могли достаточно легко сделать ничью, но они же в этот момент оставались 10 минут, и какую-то часть из них он потратил и нашел изумительно красивый выигрыш вот в этой позиции. Черные нанесли удар, он бьет Ф2. То есть, сам по себе, ход-то, конечно, несложный, но сложно найти продолжение атаки. Белые обязаны брать ладью, конь А3, король Ф1. Ну, если король Ж2, то как раз достаточно несложно заметить, что после перзи Д2, король А3, ладья Д2. Вот угрозы мата на А5 удовлетворительной защиты нет. То есть, у белых личная ладья, но толку от нее немного. Белый король подвергается экзекуции. Поэтому король Ф1 ход вынужденный, ну и очевидно, совершенно очевидно, что Топалов при расчете этого варианта просто не видел следующего ответа черных, а именно Ферз Д5. Обратите внимание, насколько гармонично работают фигуры черных в атаке. Конь на А3, на белой клетке отнимает все ключевые черные поля, а черный Ферзь собирается нанести решающий удар по белым полям. Белым здесь была ровно одна возможность продолжить сопротивление, и я не уверен, что Аниш смог бы разобраться в осложнениях. С другой стороны, защищаться в таких позициях обычно еще сложнее. Белые могли сыграть король Е1, но тогда после Ферзи Ф1, слон Ф1, Ферзи Ф3, важный ход, белые все равно оказывались в крайне тяжелом положении. То есть на взятие просто следует мат. Достаточно простенький. А в противном случае грозит Ферзи Ф3 неправильно как защищаться. На ход слон Е2, который предлагался в онлайн-трансляции, в черных есть простое выражение Ферзи Ф3, король Ф1, ладят Д6. Ну и Ферзь не может отвлечься из-за того, что последует мат либо с Ж1, либо с Ф2. Поэтому строго единственным ходом был ладья Б2, Ферзь Ж3, ладья Ф2, ладья Е8, слон Е2. Ну и вот тут вот такая небольшая, небольшой нюанс. Хочется пойти в Ферзь Ж1, из-за чего слон не может закрываться из-за связки, а ладья тоже из-за связки. Однако после король Д2 позиция становится неясной. Например, в случае Ферзь БТ2, Ферзь БТ2, клон БТ2, слон БТ6, лучше уже у белых. Однако у черных был сильный ход КНФ4, и компьютер здесь подтверждает, что белые обязаны соглашаться на такую крайне тяжелую позицию. И важный момент, что черные забирают не пешку на БТ, а более опасные, более далеко продвинутые пешку на А5. Ну и тут есть некоторые технические сложности, но все-таки 3 пешки, это 3 пешки, они должны пройти в Ферзи. Ну а в партии последовал слон Н5, и они ждал красивый мат. Ферзь Ж1, К2, Ферзь Ж2, К1, Ладья Е8, К1, К1, К2. Ну, единственный способ не получить мат сразу до Ферзи Д2, но там все тоже далеко от идеала. Поэтому К2, К2, К4, К3, Ферзь Д2, К4, Ладья Ц8 шаг, и в этой позиции Топалов сдался, дожидаясь мата, который последовал по следующему хору. Ну, что можно сказать, достаточно интересная партия. В общем-то, большую часть инициативы владел Топалов, но Аниш уверенно нагнетал давление, подкручивал, сохранял всегда шансы, прогрона у него не было ни в один момент, ну и в подступающем, кстати, ноде соперника смог поймать свой шанс. Ну и, конечно, вся идея с ходом Ферзи Д5 очень геометрически правильна и красива. У нас остается последняя партия, которая могла бы теоретически стать шедевром, но, к сожалению, не стала. Грещук Накамура. Накамура, в общем-то, всю свою карьеру был известен как шахматист такого хулиганского стиля, но вот последнее время он стал, как и, в общем-то, все практиковать Берлин. В этой партии был берлинский эндшпиль, но скучно его называть. Язык не поворачивается. Накамура здесь сыграл излюбленный вариант, который, я думаю, можно уже называть его именем, а именно вот в этой широко известной позиции берлинского варианта сыграл слон Е6. Таким образом, черный вызывает огонь на себя. То есть белые могут сыграть Ж4, что, в общем-то, им обычно выгодно в Берлине, захватывая пространство. Конь Д4, нападая на слона, слон отходит. И здесь белые даже могут сыграть Ф4. Эта позиция достаточно широко дискутировалась, и, в общем-то, теоретики пришли к выводу, что после Х5, Ф5, ХЖ, ХЖ, ладья Х4, ладья Ф4, черные как ходом Конь Д5, так и ходом Ц5 сохраняют здесь полноправную игру. Поэтому Горщук попробовал ход ККХ2, ход достаточно редкий, и лично у меня вызывает сомнение, что ставит перед черным какие-то серьезные проблемы. Но Камур отреагировал достаточно идейно, то есть он сыграл Ц5, Конь Д5 и Король Д8. Обратите внимание, что Король продолжает метаться туда-сюда, но вот, как ни странно, несмотря на эти кажущиеся потери темпов и необеспеченное положение черного короля, проблемы будут в итоге именно у белого монарха. Потому что черный готов уже провести Х5, подрезать белые поля, слон готов занять длинную диагональ на Ц6, и белый король чувствует себя далеко не в безопасности. Последовал слон Е3, А6, Конь А3, Конь на А3 производит жалкое впечатление, хотя, конечно, в будущем он может выйти. Б6, защищая пешку. Ну и вот здесь вот Горщук сыграл Конь Е4, на мой взгляд, это первопричина его серьезных проблем в этой партии. Стоило все-таки пойти Конь С4. Негоже стоять много годов с таким ужасным конем. Ну и здесь после Король С8, Ладьян Д1, Х5, хотя у черных и много контр-игры, пожалуй, непозволительно много для берлинского военчполя, все равно у белых сохранялись неплохие шансы на защиту. Ну а если ребята хотят бороться за пиарез, пожалуй, стоит отказаться от хода Король С2. Ну а в партии последовало Конь Е4, Х5, Король С3. Понятное дело, что Ж5 это позиционная капитуляция, нельзя отдавать все белые поля. Ну а после Король Ж3, ЖЖ, страдает белый Король С6, Конь Ж5, Король Е8 снова, уже четвертый ход. Если не ошибаюсь, сделает черный Король, может быть, третий. Ну, в любом случае, достаточно это интересно выглядит, но он по факту оказывается очень сильно. Ну и здесь был последний шанс у Александра вернуть уже наконец своего блудного коня в игру, путем Конь С4. После чего позиция оставалась неясной. Он же срегал Ф4, вроде как ход идейный, хочет провести Ф5 и захватить еще больше пространства, но Камурова здесь показал, что он хорошо чувствует разные типы позиций, в том числе и Берлинский Эншпель, ответил Ф5. Это очень важный ход. Таким образом налаживается блокада на колесках фланги. Ну и, в общем, белым очень-очень сильно не хватает белопольного слона в этой позиции. Что уж тут говорить. В партии последовал ладья Д1, Ж6, Конь Е6. Пытается белые с помощью тактики каким-то образом решить свои проблемы. Накамура продолжает играть очень сильно, ФЖ, не обращая внимание на угрозу вилки. В случае, если белые забирали бы сейчас ладью, неожиданно черные либо давали мат, после КРДЖ4, Е4, КРДЖ5, СЛОН Е7, или СЛОН АШ6. Или, в ответ на КРДВ2, забирали огромное количество материала. У них шансов выжить у белых тут не оставалось. Поэтому Александр не стал брать с ладью, сыграл Е6, совершенно правильно, КРДЖ8, и забрал на Ж4. Ну и вот тут Хикару прошел мимо способа выиграть партию незамедлительной и очень красивой. Пожалуй, если бы он нашел бы этот способ, то партия, безусловно, украсила бы мою рубрику видео под названием Современная Классика. Дело в том, что здесь надо было сразу ладить С8, после чего, если белые играют по аналогии с партией в партии, с партией ладят Д7, черные побеждают вот таким достаточно хитрым образом конь Ф5 с угрозой слону и также с угрозой ЛДЖ4 шар, слон Ф2, х1 и слон Д6. И вот тут вот белым не выжить, потому что после коня Х6, ЛДЖ2, поверьте на слово, атака черная слишком сильна, и белые должны уже сейчас брать на Д6, и, в общем, пытаться откупиться, но с такими конями на А6 и на А3 серьезных шансов на успех это предприятие не имеет. Таким образом, Накамура ходом ЛДЖ8 вместо сыгранного ЛДЖ7 мог выиграть немедленно. ЛДЖ7 сохраняет перевес, но если вы сейчас сравните эти два варианта, то после ЛДЖ7, Конь Ф5, слон Ф2, если черные пытаются играть слон Д6, то у белых есть неожиданно ход Конь Д5, нападая на ладью. То есть все разницы в том, что черные не могут взять слона коня, потому что вообще не из-за того, что висит ладья. Но если черные забирают два раза на Д7, то просто попадают под вилку и проигрывают. Поэтому, к сожалению, слон Д6 не проходило. Такамура здесь повторил ходы несколько раз, потому что оба соперника уже подбирались к жесткому средноту, а я забыл упомянуть то, что в этом турнире по не совсем понятным для меня причинам нет фишеровского добавления 30 секунд. На мой взгляд, не вводить фишеровское добавление на электронных часах, когда есть все возможности, его ввести достаточно глупо, но кто я такой, чтобы навязывать свое мнение организаторам такого большого турнира. Ну вот, Накобору повторил позицию, но все-таки решил играть на победу путем слон Е7. На мой взгляд, проще и надежнее играть на победу было просто забрав ладью, защитив поле превращения, конь Д5, ладья Д7, черный выбивает опасную пешку. Белых, конечно, есть одна пешка за качество, и в целом они уже не получают мат, потому что у черных нет белопольного слона. У них достаточно хорошо скоординированные фигуры, но все-таки только черные могут здесь играть на победу, и, наверное, объективно эта позиция технически выиграна. Хотя, конечно, на пути к этому результату было бы еще много подводных камней. Но Камору, конечно, было жалко расставаться с своим слоном на С6, таким монстром. Сграл слон Е7, Д1, еще раз повторил позицию. Но здесь был последний шанс победить. Надо было сделать ход ладья Аш5. Кот выглядит совершенно противоестественная, но на самом деле идея белых проста. Прошу прощения, идея черных проста. Они пропускают ладью мимо поля Аш6. И теперь уже грозит Конь Аш6, предположим, сделан какой-нибудь ход, Конь Аш6, и на КГ3 есть ход слона Аш4, потому что ладья защищает слона, и черного просто мотуют. И это настолько сильная гроза, что белым пришлось бы добровольно отдавать качество. Ну и вероятно про эту позицию можно сказать примерно то же самое, что и про предыдущий вариант. В общем-то черно-отличный материал, они должны побеждать, но у белых есть шансы за оставшиеся пять ходов до контроля замутить воду. Но Камура либо, ну скорее всего, просто не нашел этот вариант, повторил позицию в последний раз, здесь после Конь Аш5 было бы зафиксировано треократное, он попытался еще усыграть ладья Аш7, но теперь Александр недолго, думаю, обвел свою доселе бездействующую фигуру в бой путем Конь Аш4, но и Камура уже оставалась буквально одна минута на пять ходов, и он не нашел ничего лучше, чем сделать ничью путем трекратного повторения позиций. Последним шансом играть на победу, хотя и связанным с чрезвычайным риском был ход ладья Аш2, компьютер показывает, что в этом случае позиция все равно оставалась равной, но с человеческой точки зрения, тем более, когда на часах остаются секунды, здесь просто черт ногу слойит. Ну, таким образом, мы кратко рассмотрели все пять партий, которые были сыграны в первом туре турнира в Лондоне. Завтра состоится второй тур. Я призываю всех смотреть прямую трансляцию на одном из популярных шахматных сайтов, даже не буду озвучивать их название. Ну, а после тура вечером я попытаюсь сделать обзор. Надеюсь, что вам понравилось. С вами был Никита Петров. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok